Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя традиционная программа, пока что традиционная, которая называется «Гонопольская правда». Вот с чего я хотел начать. Если помните, в сталинские времена, если помните, если читали и так далее, вот как-то были вот эти вот собрания по поводу того, чтобы убить как бешеных собак, народ требует и так далее, и так далее. И все это осталось. И неважно было, ты там великий поэт или что-то, не имело значения. Убить как бешеных собак. Вот я помню. Я в прошлых передачах много раз цитировал вам эти чудесные газетки. Так вот, для меня было большое удивление. Хотя почему удивление? Не знаю. Ну вот так просто сказал. То, что путинская система развивается уже без всякого участия Путина. Вот понимаете, он выпустил нечто, и это нечто ведет Россию, не знаю, к какому-то финалу. К какому трудно понять, но каждый день чего-то такое происходит и так далее. Вчера вы мне написали, что только не надо про вот эту вечеринку. Почему же не надо, мои дорогие? Дело в том, что только сегодня начали по-настоящему развиваться события. Причем эти события начали развиваться так, как, ну, честно я вам говорю, я не ожидал. Значит, давайте я вам сначала прочитаю просто формально новости, которые связаны с этой вечеринкой. А после этого еще там кое-что послушаем и об этом поговорим. Ну вот смотрите. Значит, оно стало, чтобы вы понимали, расходиться кругами. Причем во всех областях. Это никто не остановил. А там были люди, которые необходимы для всяких новогодних концертов и так далее, да? Никто это не остановил. И система начала работать. Убийцы начали работать. В самых разных жанрах, сферах. Все, началось, мотор завелся. Инсайдер сообщает. Несколько примеров. Клуб Мутобор, где была голая вечеринка, опечатали из-за нарушения правил розничной торговли алкоголем. А компании, которые предоставляли услуги при подготовке вечеринки, проверяют на причастность к пропаганде нетрадиционных ценностей. Инсайдер. Я им верю. Идем дальше. Мизулина. Послушайте, что она написала. Это очень интересно. Ну, Мизулина. Наша с вами любимая Мизулина. Добрый вечер, Екатерина. Услышала в соцсетях извинения наших звезд. И напрашивается вопрос. Как мне объяснить своему племяннику, который, принимая участие в спецоперации, остался без обеих ног, за что он сражался и остался инвалидом? За трусы Ивлеевой? Кому нужны их извинения? Я считаю, что в качестве извинений они должны моего племянника, не только его, но еще сотню ребят-инвалидов, взять под свою финансовую опеку, обеспечить их бионическими протезами, которые хоть как-то сделают их мобильными и скрасить их жизнь. Это будет лучшее извинение. Значит, что она сделала, Мизулина? Она связала эту вечеринку с войной. Понимаете? Частную вечеринку. Понятно, может быть, они себя там как-то не так вели и так далее. И вообще это все гнусно, плохо и так далее. Но она говорит, что он сражался и остался инвалидом за трусы Ивлеевой. Почему? Он же сражался против фашизма украинского. Против Степана Бандеры, в спецоперации и так далее. Причем тут трусы Ивлеевой. Значит, заходят с этой стороны. Я просто, я показываю вам палитру, как это все делается. Теперь третья сторона. Все заработали, все. Управлением по вопросам миграции МВД начата проверка по обоснованности наделением гражданством Российской Федерации в 23-м году певицы Анны Асти, которая участвовала в голой вечеринке. Еще раз. Почему проверка наделением гражданства? То есть имеется в виду что? Что она купила это гражданство, они решили проверить. То есть из-за того, что она была в трусах, то они теперь проверяют, не плясала ли она в трусах перед каким-то чиновником, который ей выдал гражданство. С этой стороны. Нормально? Российский академический... А, это чуть другое. Бывший продюсер Натальи Ионовой Максим Фадеев решил забрать у нее псевдоним «Глюкоза» после участия певицы в вечеринкой, организованной Анастасией Ивлеевым. Цитата. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта «Глюкоза» в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы, а также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Написал Фадей. То есть певица «Глюкоза», я много раз там выступала, это был его проект, теперь это не его проект. Пожалуйста, я к этому не имею никакого отношения. Нормально, да? Ну, артист, вы знаете, Макс Фадеев, продюсер и так далее, да? Вот как-то так. Идем дальше. Миша Козырев написал иронично. В хит-парады ворвалась песня «Я извинился посмотреть, не извинилась ли она, чтобы посмотреть, не извинился ли я». Вадим Ольшевский пишет. Он, насколько я понимаю, живет в Соединенных Штатах Америки. Теперь про народный гнев. «Я осуждаю голую Собчак», говорит Миша из русского магазина. «Я осуждаю голого Киркорова». При этом, уточняет Миша, «я не против концепции голого тела, но покажите мне красивую 25-летнюю девушку, чтобы была эстетика. А смотреть на эти старческие мощи осуждаю, это омерзительно. Право на обнажение надо заслужить, говорит Миша. Тут одного упорного служения Родине недостаточно. Ну, то есть, это можно, так сказать, воспринимать как шутку. Все это понятно. Но народный гнев. Вот это, знаете, «Я вступил в кучу дерьма». Почему здесь везде валяется дерьмо и так далее? А ты мог не вступать? Ну, я вступил. Теперь я не себя ругаю, понятно. Да, ему не тех показали. Идем дальше. Идем дальше. Вы знаете, что к Новому году снималась комедия как бы переделанная «Иван Васильевич меняет все». Филиппа Киркорова удалили с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». А сам показ фильма неожиданно отменили. То, насколько стремительно государство отменяет Киркорова, одного из самых своих преданных, придворных, готового поддержать любую инициативу власти, должно насторожить пропагандистов. По всей репрессивной логике они следующие. Сейчас я вам чего-то покажу. Вот смотрите, вот афиша и вот вы видите в кольце, вот Иван Васильевич меняет все, в таких перьях Киркоров. Видите? Вот он. А теперь новая афиша. Киркорова нет. Есть какой-то другой персонаж. Теперь, что об этом пишут люди, которые это анализируют? Пишет Иван Яковина. Начало прямо настоящих репрессий против участников голой вечеринки. Там уже фигурируют сроки по пять лет. Мне лично говорит о том, что вся эта история дошла до Путина. Он ее почему-то воспринял болезненно, на свой счет и распорядился пожестче наказать участника. Это уже личное в общем. В целом же это хорошая иллюстрация того, что происходит, когда заканчиваются враги-либералы. Всякие там Навальные и так далее. Начинают прессовать уже своих. Сначала обслугу, а потом уже врагов обязательно найдут и среди самих чиновников-чекистов. Но сначала среди их детей, которые и сами такие вечеринки устраивают, что Ивлеева с Киркоровым. Честно говоря, я думал, что система сама себя жрать чуть позже начнет, когда фронт посыпется. Но так даже лучше. Я не против. Владимир Рыжков. Когда диктатура переходит от репрессий за политическую и гражданскую позицию к репрессиям в защиту нравственности, она превращается в деспотию. Ведь в основу преследования кладется вкусовщина. Основания для репрессий становятся безграничными и окончательно произвольными. Правильно? Правильно. Пишет Н.В. Я не знаю, кто такой Н.В. Прошу прощения. До нехорошей вечеринки я не знал, кто такая Ивлеева. Но они пишут Ивлева. Наверное, она все-таки Ивлеева, но не знаю. Но естественной реакцией на немотивированную травлю и астракизм, тем более в отношении симпатичной девушки, должна быть, конечно, жалость. И все же, сколько ни ищу, не нахожу в себе и капли этого чувства, даже глядя на ее слезные оправдания. Компании, позиционирующие себя как прогрессивные, расторглись с ней рекламные контракты, готовится налоговая проверка с риском уголовного дела. Путинские халуи подали иск в суд до компенсации морального вреда. Друзья и коллеги публично отреклись. Вот не забывайте это. Они сразу говорят, что мы ее не знаем. И все это на ровном месте, по сути, ну или как минимум не по тому поводу, по которому это мероприятие действительно не стоило проводить. Что еще нужно, чтобы задаться наконец вопросом о том, в какой стране ты живешь? Но мысли такие там, судя по всему, не водятся. ошиблась, оступилась, надеется вернуть народную любовь. А если придется бежать от расправы, станет скучать на чужбине по родным березкам, вынашивая план возвращения. Только и остается наблюдать за происходящим взглядом биолога, конспектирующего факты пожирания друг другом человеческих особей в ходе обратной эволюции. Ну это первый такую фразу сказал Невзоров, который я теперь повторяю, часто эту фразу, что он относится к тому, что происходит в России как орнитолог. Понимаете? Так, пишет Марат Мустафин, он мне угрожает. Сапсан меня так банами, придирками с живого гвоздя выжил, который я спонсировал. Я поддерживаю Украину и Матвея Юрьевича, а какие-то комплексы вахтера себя богом мне отпридется от Матвея Юрьевича отписаться. Марат, я честно говоря, не знаю, не знаю, о чем вы говорите, кто вас там, что-то такое, значит, если вас гнобят, если, ну вот, невозможно выдержать, вы не можете выдержать ваше присутствие здесь, ну, отпишитесь, ну, что я могу сделать? У нас обычно никого не гнобят, у нас как бы, как бы, ну, не стоит, может быть, вы как-то себя ведете, не очень такая. Значит, продолжаем. Мурат Мустафин говорит, мне модер просто так баны дает. Ну, вот, не знаю, Свят Ханенко пишет, Марат, вы еще и хамите. Ну, вот, что-то такое, ксенофоб. Ну, послушайте меня, либо поменяйте что-то в себе, либо уходите. Если вы были моим донатером, ну, отпишитесь, это легко делается. Идем дальше. Пишет Анна Качкаева. Вы знаете, Анна Качкаева, ну, теперь про телевидение уже писать невозможно, но она раньше была и сейчас является таким совершенно замечательным телевизионным обозревателем. Не исключено, что телевизионщики уже дымятся в монтажных после полуголого звездопада. Теперь, видимо, общественная полиция нравов должна прильнуть к ночным экранам голубых огоньков. Даже интересно, как выкрутится новогодний телек. Марат пишет, этот статус из «Брата-2» была, а не ксенофобия. Ну, Марат, послушайте меня. Знаете, вот у нас такой принцип и у Свято-Ханенко, и у других. Понимаете, мы ходим все здесь по лезвию бритвы. Почему? Потому что смотрят не только, что я говорю, а смотрят внимательно и на то, что вы там говорите. поэтому будьте более аккуратны, не ставьте сомнительных цитат, понимаете, которые могут быть как-то истолкованы, что приведет, например, к бану моего канала. Мне кажется, если вам интересно здесь, то будьте очень аккуратны. Вы видите, что происходит. Из любого человека можно сделать врага народа. И мы видим, как это сейчас делается. И вот Михаил Котов под вот этим вот то, что написало Качкаева, что все вырезают, он говорит, между прочим, говорит абсолютно правильную фразу. Придется и голубой огонек переименовывать с таким жервением. Я вам гарантирую, что может быть они переименуют голубой огонек. И это уже не будет, это будет просто огонек или что-то, не знаю, там ночь с Путиным. Я не знаю, как это будет называться, но безусловно, это название, оно сейчас не подходит. Ну, не подходит, вы сами это понимаете. Замечательный вопрос задал Ники Стрэнджер. Он сказал, а когда будет видео, как Адам Кадыров пиздит Киркорова в СИЗО? Я думаю, что скоро, что это действительно будет, а почему, почему нет? Ну вот, у Анастасии Ивлеевой проходят обыски. Пишет Тихон Дзятко «Реакция власти на голую вечеринку неправовая, несправедливая, не имеет ничего общего со здравым смыслом, неуместность происходящего, твоя страна продолжает уничтожать соседнюю, а ты отрываешься, как будто ничего не происходит, заслуживает, кажется, только презрительной усмешки, но, кажется, это хорошее напоминание всем представителям как бы элиты репрессии не бывают изолированными, если вы думали, что в репрессивном государстве беспредел творится только в отношении оппозиции, а жизнь продолжается как прежде, то это не так. Он абсолютно прав. Вы знаете, Тихон Дзятко это главный редактор «Дождя». Виталий Глушенко спрашивает «Как вы относитесь к Евгению Понасенкову?» Ответ «Никак». Понимаете, вот это безумие, оно доходит до не знаю чего. Вот, например, я вам сейчас прочитаю, Рустем Адаганов пишет. Да, вот, Татьяна Людько. Она пишет «Добрый вечер всем, а что теперь делать уральским пельменям? У них масса интермедий с переодеванием мужчин в женщин». Причем они это делают абсолютно гениально. Вспомните их семейный цикл, где приходит теща и как она гоняет и вот эти бабушки переодеты и так далее. Ведь их можно подставить и сказать, что это ну что угодно. И хотя это теща, ну там другие намерения и так далее. Ну вот смотрите, кто думает, вот Татьяна Людько, она же абсолютно права, что им делать? Я не знаю, что им делать. Менять номера, убирать эти номера с переодетыми прекрасными актерами и и учитывать то, что страна сошла с ума. Вот, пожалуйста, администрацию школы в Приморье обвинили в пропаганде западных ценностей и ЛГБТ за то, что на празднике новогодней елки физрук школы нарядился Снегурочкой, а старшеклассница Дедом Морозом, как в мультфильме «Ну погоди». Кто-то из родителей написал жалобу губернатору, требуя привлечь прокуратуру к расследованию этого дела. Школа извинилась, написав, что никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Но донос-то написан, понимаете? Донос написан. То есть все развивается автоматически, все ширится, ширится, захватывает. Да, Калягина, Цикава Гава пишет, Калягина на пожизненное за старую роль О Донна Роза. Конечно. Дик Мик, джентльмены удачи еще не запретили. Вот, понимаете, это безумие может да и городок Табася пишет, да, все это дело. Вот, понимаете, можно сказать, что да нет, этого не будет. Вопрос, почему? Ну вот, написали же донос на Снегурочку и Деда Мороза. Пишет Лев Рубинштейн. Вы знаете, я много раз читал его вам, это поэт и писатель. Злорадствовать по поводу того, что разгулявшуюся по буфету по псу щелкнули по носам и заставили публично каяться недостойно, согласен. Но как-то им особенно посочувствовать тоже совсем не получается. Они крепостные артисты и ведут они себя соответственно. Когда им разрешают гулять, они разухабисто гуляют. Когда их отдергивают, давая понять, что брать надо по чину, они одеваются в белый верх и черный низ и опустив буйные головы просят прощения. Да. Понимаете, они думали, что они хозяева жизни. Оказалось, что они, во-первых, хозяева своей жизни, а во-вторых, не хозяева. Пишет Маша слоним по следам переписки с подругой, которая застыдила меня за то, что я присоединилась к компании «Травли Ивлеевой» в кавычках. Признаю, искренне раскаиваюсь и уточняю. Мне искренне жалко, в частности, Ивлееву, которая попала под маховик и вдруг увидела, а, возможно, и поняла, что за короткое время система из вегетарианской стала людоедской. Что если совсем недавно она хватала других, теперь принялась за нее и за тех, кто ничего такого не делал. Ну да, никто ведь не запрещал в частном клубе танцевать голыми, и закона такого нет. Но и закона против того, чтобы ставить спектакль про девочку, которая попадает под влияние террористов тоже нет. А ведь поди ж ты, Беркович и Петричук сидят уже который месяц. Просто находясь внутри системы, не замечая, что она изменилась, что уже и до таких, как ты, могут легко добраться. Шаг в сторону, и мышеловка захлопнулась. Мне, правда, их жалко. Не поняли, что пора переходить на квартирники и не пускать посторонних, особенно с камерами. Пишет Екатерина Мизулина снова. ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУББК МВД России. Она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование наустроенный шабаш во время СВО. То есть Мизулина продолжает тянуть вот эту историю, что это шабаш во время СВО. Хотя нет такой статьи. Что это? Компроментация в СВО. Они же не говорили, что это несправедливая война. Они в голом виде тряся письками не говорили же, что мы за мир, свободу Украине. Понимаете? Дальше она говорит тыл в надежных руках. Это еще не все. Накануне уполномоченная по правам ребенка в Татарстане, ребенка в Татарстане, Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением рассмотреть вопрос о лишении званий заслуженный артист РФ и народный артист РФ у принимавших участие в вечеринке Ивлеева. Вот почему я написал, что рвут на куски. Понимаете? И Киркорова и всех вот этих. Понимаете в чем дело? Тут вот Денис Самсоненко вспомнил Никитишну и Маврикевну. Ролики тоже забанят. Я думаю, что вы их не увидите больше. Вы их больше... Вот, Татьяна Солантеева. Сегодня реклама МТС уже Нагиев не с Ивлеевой, а с другой девушкой. Кстати, было сообщение, что МТС отказалась от нее. Вот теперь надо... Вот это вот такая... Вот как написал Дмитрий Карликов, происходит такая лютая дичь и в обязательном порядке надо теперь убрать у них звание, полностью растоптать. Ну и вы знаете... Нет, ну это... Пишет Кирилл Мартынов. Вечеринка Ивлеевой была альтернативной площадкой победителей, богатых и знаменитых, которые считают, что можно продолжить зарабатывать деньги в России, но при этом не совсем радоваться войне и сохранять подобие личных свобод. Их поставили на место. Тут только одни победители. Замечательно написано. Очень точно. К этому подключается желтая пресса. Например, экспресс-газета. Вот. пол... Сейчас. Простите, пожалуйста. Соскочила. Извините. Сейчас покажу. А что... Сейчас... Я сбросил... Ну, сейчас найду. Вот. Смотрите. Экспресс-газета. Сейчас увидите. Но оно не очень видно. Вот, смотрите. Сатанинский обряд на 666-й день СВО вскрылась шокирующая информация о голой вечеринке Ивлеевой. Уже сатанинский обряд. Это другая уголовная статья, вы знаете, да? Пишет Мария Певчих. Неделя уже гремит скандал, а у меня мозг просто отказывается понимать, как могут богатейшие, известнейшие люди, очень часто талантливые, просто ползать в ногах у коллективной Мизулиной, вымаливая прощение за внешний вид на вечеринке. Надеюсь, когда-нибудь они это объяснят. и ей отвечает Роман Доброхотов, это главный редактор инсайдера. Все-таки интересно, кто и каким образом так их сейчас вспугнул, что Собчак с Киркоровым с напуганными лицами побежали унизительно извиняться. Не из-за постов же в соцсетях они так испугались. Ну, я думаю, они правильно испугались, потому что рушится их карьера. Они будут забанены, нет, все, жизнь закончилась. Киркоров будет больше никем, к примеру. Его не будут звать на концерты, он не будет стоять рядом с Путиным, не будет вот этого поддержки. Кто будет петь? Им же надо спеть на Манежной площади, правильно? Когда Путина выберут, должен выйти Киркоров и так далее. А среди них самым умным оказался, но он не из этой тусовки, оказался наш нацистский выглядящий блондинчик шаман. Его там не было. он не в этой тусовке. Во-первых, он моложе, во-вторых, он вообще не из этой тусовки. Он выиграл, он теперь еще больше востребован. Понимаете? пишет президент, ну, называется президент России. «Если б Собчак, Ивлеева, Киркоров и прочие трусливые шлюхи со своими огромными охватами инстаграме в ютубе открыто и резко высказались бы против войны и позвали бы людей на протест, сейчас бы им не пришлось так позорно извиняться в сключенной позе за вечеринку, которую в нормальной стране и обществе вообще никто бы толком не заметил». Ну, президент России ошибается, потому что, так сказать... Пишет Кирилл Левченко. «В истории с носком на члене и вечеринкой самое забавное то, что люди, сумевшие заработать миллионы рублей, такие тупые. Они надеялись и продолжают надеяться, что каток военной диктатуры их обрулит. Какой-нибудь Тиньков уехал и выступил против войны не потому, что он совесть наций, а потому, что он сука умный и сразу понял, что если остаться и продолжать прислуживать, то и сожрут как рыбку и провернут без носка». Очень правильно написано. Сейчас, а это кто? черт, отрезал сейчас, но не делаю ничего. Сейчас, простите, у меня разрезан текст, я хочу понять. Пропаганда очень любит говорить, извините, отрезалась, кто это написал. Пропаганда очень любит говорить от лица народа и заявлять, что стоит на страже интересов самых незащищенных групп. Но на примере Анастасии Ивлеевой хорошо видно, как государство относится к народу на самом деле. Выбрали девушку, которая буквально из этого народа вышла, создала себя сама, без каких-либо схем, из ноунейма стала ролевой моделью для тысяч простых молодых людей и теперь показательно пытаются уничтожить все, что она создавала вокруг себя. Причем, если вы спросите опричников, за что они с ней так, ничего, кроме обырвалга, не понимаю, что это такое, они ответить не смогут, потому что сами понимают, что не за что. Ивлева не призывала к революции, не донатила Украине, не репостила Навального, не делала ничего из того, что в сегодняшней России считается строжайшим харамом. Это и есть забетонированные социальные лифты, когда кажется, что вскарабкался и поднялся, но только до тех пор, пока государство тебя не заметило. Дальше. Другой пишет. Никаких граждан Ивлеева, Собчак, Киркора, Вилолита не оскорбляли. Гражданам строго напревать на их дряблые пересушенные пенсионные телеса. Так же, как и самим селебрити с Патриком Рублевки, всегда было наплевать на граждан. Они к этим гражданам ничего кроме презрения никогда не испытывали. Собчак, Ивлеева и Ко сейчас извиняются исключительно перед двумя спятившими дедами с еще более дряблыми и пересушенными телесами, которые засели в бункере с ядерной кнопкой, а также кнопками от ФСБ, СК, Росгвардии, финмониторинга и налоговой. Никому, кроме Путина и Патрушева, эти извинения не адресованы. Такая есть точка зрения. Про телевидение, подробности. Пишет Адагамов. Первый канал ИВГТРК вырезают из голубых огоньков и всех новогодних кто был замечен на вечеринке в Мутоборе. Указание дал как Эрнс, так и Добродеев, пишет Собчак. Вслед за МТС сотрудничество с Ивлеевой прекратил Тиньков банк. С Ивлеевой хотят получить миллиард рублей на СВО. Хамовнический суд в Москве принял иск от телепродюсера Иншакова. Есть его видео, где он говорит, какая это, что, что это, как такое, вот я на них подам. Участники вечеринки один за другим записывают видео с извинениями. Рэпер этот несчастный мотает 15 суток ни за что. Сумасшедший дом какой-то. Устроили скандал на пустом месте. После этого хотят, чтобы те артисты, кто уехал, вернулись, а те, кто еще остались, не уехали. Оттуда бежать надо хоть тушкой, хоть чучелом. Вот я вам хочу сказать, что это абсолютно справедливая мысль. Потому что ты не понимаешь, за что тебя возьмут. Пишет Александр Морозов, он как бы ну и тожит в каком-то смысле. Вот денек. Дмитрия Гудкова и автора Фриман Павла Мунтяна в федеральный розыск объявили. Машу Гессен заочно арестовали. Автора Масяни Куваева тоже в розыск. Как и ожидалось, хотя Кагарлицкого и выпустили, я вам рассказывал про Кагарлицкого, ему там тоже шьют вот это. Прокуратура обжаловала это решение и требует его посадить. МВД проверяет Аллу Пугачеву на фейке об армии. Ну и денек. Да. Все стараются пойти на опережение. Якутский Государственный Объединенный Музей Истории и Культуры имени Емельяна Ярославского внес изменения в свое официальное наименование, отказавшись от использования аббревиатуры ЯГОМИК. Ну сокращенно Якутский Государственный Объединенный Музей Истории имени ну и так далее. В декабре СМИ обратили внимание, что Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского, более известный по своей аббревиатуре Всегей сменил свой логотип сайта на институт Карпинского. Ну правильно, а зачем им сидеть? Зачем им сидеть? Зачем им сидеть? Хорошо. Теперь несколько слов про Дунцову. Сушич Клавдия пишет Кагарлицкому езжать надо. Его еще не выпустили из СИЗО. Значит, смотрите, тут некоторая девушка посмела вообще там что-то такое в президенты идти и так далее. Верховный суд отклонил жалобу Екатерины Дунцовой на Центральную избирательную комиссию. Решение принял судья Олег Нефедов. Именно он признал ЛГБТ международной экстремистской организации и отказал Алексею Навальному в письменных принадлежностях в колонии. Вот такая история. Есть несколько новостей про нее. Вот еще новости. То есть, понимаете, все вдруг все поняли, как в сталинское время, и все быстро выстроились. То есть, никто не говорит о король-то голый. Все просто выстраиваются и все. И особенно это поразительно в театрах Ну вот, пожалуйста. Российский Академический Молодежный Театр РАМТ снял с репертуара все спектакли по произведениям Бориса Акудина, на которые ранее завели уголовное дело о фейках и оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба театра. И вы знаете, они пишут откровенно в связи с общественным резонансом, вызванным последним высказыванием писателя. Театрам принято решение о прекращении проката спектаклей Эраст Фандорин «Инь и Янь белая версия» и «Инь и Янь черная версия» рассказали в пресс-службе. Значит, все, спектакля этих не будет. Ну, вот не будет. Не будет. Быстро все. Пишет некий человек, который называется Шолохов не писатель. Точно по такому же принципу, как убийство Кирова стало официальным посылом для ужесточения репрессий, так и голая вечеринка станет поводом для запечатывания страны на все шоры. Мрак, мрак, мрак будет везде и во всем от литературы искусства до повседневной жизни людей. Вы знаете, самое интересное, что вот этот Шолохов не писатель, он все правильно пишет. Почему? Потому что давайте посмотрим, какие артисты остались, какие певцы и остались. Ну вот, там целая когорта на этой голой вечеринке была вот этой золотой молодежи. Ну вот, за... Кто остался? Ответ никто. Пишет Лев Шлозберг. Главная задача потока публичных извинений звезд российской тусовки за участие в скандальной вечеринке показать кумиров миллионов униженными, ничтожными и жалкими. Публичное унижение становится инструментом приручения общества к новым порядкам и нравов. Нравам. Дмитрий Колизев. Такого страна не видела с 30-х годов. Известные люди, артисты публично извиняются за совершенные ошибки, рассказываются в содеянном, просят у народа из страны прощения, обещают искупить вину. Киркоров, Билан, Собчак, Лолита, Ивлеева, именно последняя виновница происходящего на ее голую вечеринку, собрались московские знаменитости, это очень не понравилось сначала ЗЭТ-сообществу, а потом кому-то важному, как считает Колизев из кремлевского начальства, неужели самому? В этом видео посмотрим на изменения знаменитостей и попробуем понять, был ли у звезд другой выбор. Ну, тут можно ответить, что, конечно, безусловно, у них был выбор, но еще раз повторяю, он у них был, но это такой выбор, который лучше не делать, лучше покаяться, на миру и смерть красна, и спокойно дальше продолжать, потому что, еще раз повторяю, вся их карьера, все их будущее, которое у них есть в силу возраста, да, они уже не молодые, это все может быть навсегда закрыто. Но тут же есть один момент, на который давайте обратим внимание, ведь это Макаревич может совершенно спокойно переехать на Запад и выступать, как и другие артисты, которые показали твердости, за которые их уважают, Пугачева, Галкин, Акиркоров, который продал свою шкуру все внутренности Путину. Ну, Дима Билан, я меньше знаю его, просто он не такой яркий, а Ксения Анатольевна решила своей задницей сесть на двух стульях. Она такая либеральная путинистка, не выходит. Она-то выйдет из этой ситуации, потому что Путин должен ее отцу покойному. Ну, вот, а что им делать? Ивлеевой с ее миллионами ведь могут посадить показательно все вот это вот может быть, понимаете? А Киркоров вообще, он пел, он к политике не имеет никакого отношения, он пел, там это самое, Михаил Иванович пишет, Киркоров пади на Западе найдет зрителей. К сожалению, нет. Вот перед нами тот случай, который будет потом перед пропагандистами. Соловьевым, Морданом, вот этими всеми. Да, Юристов, Болгария примет своего блудного Бедрасовича. Да, ему останется только ехать в Болгарию, но это не те деньги. Пишут авторы инсайдера. Сатанинское отродье, колд себе в жопы загонить, а твари кончатой, если ты тварь, то ты должен сидеть в своей норе. Пропагандисты всех мастей спешат заявить о себе на волне скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. Любитель показать свой голый торс Соловьев требует жесточайшей расправы над участниками частной вечеринки в Неглиже. Даже российские военные на передовой в свободное от войны время тоже следили за вечеринкой и возмущались. Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Иск на один миллиард рублей подан. Рекламодатели разрывают контракты. Это лишь часть последствий. Чем именно артисты так напугали власть? И кому из звезд могут припомнить старые откровенные фото? Ну и так далее. Это инсайдеры материалы. Это они написали такое превью. Да, 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 да. Именно так. Ну что ж, теперь будем смотреть. Дорогие друзья, давайте все. Вот я, да, Мария Бабичева Филя вернется к песне про Алешу, с которой начинал. Я хочу сделать некое заключение, потому что мы резко меняем тему. Я хочу сказать, вот знаете, судьба несправедлива, но в мире, ну, каждому из нас в какой-то степени, ну, почему война, почему мы из-за нее страдаем, почему вдруг этот Путин, который мучает страну, да, почему то, почему это, почему дети непослушные, но в конце концов жизнь устроена каким-то странным образом справедливо. Понимаете? и только то есть можно так сказать, что у людей вот, извините, я думал, как сказать правильно, вот возьмем тех, кто уехал, они проклятые, их кроют, против них санкции, но они выстояли в этой борьбе и сохранили себя. А вот эти на голой вечеринке, в них нет принципов, и их растоптали. Тот же результат. проклятие, вот я бы так сказал, перефразировал Павло Рудницкого, он написал «Всем воздастся по заслугах». Жизнь несправедлива. Каждый из нас считает, что она нам делает больше проблем, чем дарит счастье. но всем воздастся по заслугам. И вы знаете, самое главное, для кого это метка, если можно так сказать, для пропагандистов. Их никто не пожалеет. Понимаете, в чем дело? Я никогда не забуду замечательную сцену из «Семнадцати мгновений весны», где, помните, Табаков, кого он там играл, Шелленберга, да, по-моему, как они идут с Штирлицем, и они разговаривают, и Шелленберг такой веселый, и так далее, а потом они заходят в какую-то такую клетку, и там лежат два гестаповца убитые. И что-то такое, он говорит, значит, ну, они уже не нужны, они сделали то, что они сделали. Вот, понимаете, когда вот эти пропагандисты, когда Соловьев вот это вот все говорит, и он требует, то есть он бежит впереди паровоза, ну, все равно, ну, сколько веревочки не видится, потому что это принцип работы диктатуры. И мы это с вами видим. Как это все ширится. Да? Мрак, мрак и мрак. Теперь давайте резко повернем тему. Продолжение моего разговора с Александром Краевым, экспертом Совета Внешней Политики «Украинская призма». это, я бы так сказал, разговор на все темы. Вот здесь Украина и Запад и так далее, и так далее. Он мне очень симпатичен. И давайте послушаем очередной фрагмент очень внимательно, потому что он действительно своими комментариями, своими объяснениями встряхивает наше сознание. Мне кажется, это очень-очень важно. Слушай, это ужас, 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 ужас или просто ужас? Это просто ужас. Это ужас, потому что Трамп предсказуем в своей непредсказуемости. Мы никогда не знаем, что будет на следующий день. Мы никогда не знаем, какое конкретное решение он примет. Мы не знаем, чем он будет заниматься. Мы сейчас точно знаем, что первые несколько месяцев он будет занят исключительно внутренней политикой. он уже не скрываясь говорит о том, что он будет преследовать политических оппонентов, он будет проводить суды над ними, он будет проводить импичменты. Были идеи даже сократить Верховный суд, только до шести членов, как раз шесть консервативных членов Верховного суда. Были разговоры о том, чтобы определенным образом сократить возможности независимых медиа. Ну, то есть Трамп займется внутренней политикой. Займется ей опять-таки в своем классическом стиле. Простите, дополнительный вопрос, я зацепился. А ему позволит Америка в широком смысле это сделать? Американская система, конечно, будет этому противостоять. Но, опять-таки, мы видим, что Трампа можно переварить. Трампа первого срока американская система переварила. Но все-таки не будем забывать, у президента есть определенные полномочия, у президента есть определенные возможности влиять на ситуацию. То есть, будет результативным его вот такой крестовый поход против своих оппонентов. Не факт. Но то, что он посеет хаос, то, что это остановит нормальную работу политической системы США, то, что это не даст возможности Соединенным Штатам заниматься внешней политикой, это факт. И вот тут как раз главная проблема. То есть, главная проблема Трампа и для нас, и для европейцев, для всех союзников, в том, что Америка просто не будет иметь ни одной ситуации. Америка не сможет быть лидером. Тем более, вспомните, что говорил Трамп, Америка не должна быть лидером с его точки зрения. И поэтому главная проблема как раз в этом. Единственное противоядие от Трампа это доноры республиканской партии. Потому что все-таки ключевые доноры республиканской партии это как раз ВПК, военно-промышленный комплекс, который, как мы с вами разбирали на начале, создает сотни тысяч рабочих мест на Украине зарабатывает сотни миллиардов долларов. И в принципе уже так не скрываясь говорить, что вооружение украинской армии это контракт столетия. И поэтому они не могут его потерять. Как вы относитесь к тому, что некоторые страны отдают Украине списанное оружие? Ну, знаете, я, конечно, к несчастью не являюсь техническим военным экспертом, но обычно логика списания оружия, оружие не всегда списывается потому, что оно плохое. Чаще всего оно списывается потому, что изобрели что-то лучше, что-то более современное. А учитывая то, что в европейских армиях очень долгое время была политика, мы списываем старое, потому что новое дешевле, не всегда эффективнее, оно дешевле, то как бы списанное оружие это не всегда плохо. Главное, чтобы это оружие у нас было, главное, чтобы у нас была возможность воевать, главное, чтобы Запад понимал, что Украине нужно все, все, что Запад может предоставить, нам нужно. То есть списанное оружие не всегда равно плохое оружие или неработающее оружие. Иногда это просто оружие условно не 2023 года производства, а там 2020, 2019. Извините, калашников это, в таком случае можно сказать, калашников это вообще прошлый век, но это же не мешает ему быть основным стрелецким оружием. Как по-вашему примут ли в Соединенных Штатах Америки решение о помощи Украине до конца года? Это сложный вопрос. Ситуация сейчас какова? До 21 числа продлил свою работу Сенат, то есть Верхняя Палата Конгресса работает до 21 числа. По сути у нас есть еще неделя. Неделя, основные сессионные дни у них это понедельник, вторник, среда, то есть четверг, тем более последний день. Что за эти дни может случиться? Если мы берем самый позитивный сценарий, то в понедельник как раз проходят переговоры между Митчем Макконнеллом, лидером республиканцев в Сенате, Чаком Шумером, лидером демократов и Белым Домом. Возможно самим Байденом или Салливаном, кем угодно. Мы уже знаем, что Белый Дом готов идти на уступки. Белый Дом готов дать дополнительно 5 миллиардов долларов на программу защиты Южной Границы. Если это устроит Сенат, Сенат может со своей стороны проголосовать за то, чтобы вынести на повестку дня вопрос о предоставлении Украине пакета помощи. Соответственно, где-то во вторник, в среду может пройти само голосование. И тут начинается внутренне бюрократическая штука. Если Сенат голосует за это во вторник, уже в среду они имеют полномочия призвать на сессию палату представителей, чтобы она успела проголосовать. Поэтому при самом оптимистичном сценарии во вторник переговоры, ой, понедельник переговоры, во вторник голосования, в среду голосует палата представителей. Но опять-таки оптимизм должен быть очень ограничен, потому что вы видите, вот у нас сейчас суббота 16-ая, у нас буквально по часам должно быть расписано, чтобы все сложилось в нашу сторону. То есть шанс того, что это будет проголосовано до Нового Года, есть, потому что все стороны хотят компромисса и готовы на компромисс, но тут главное, чтобы бюрократия сыграла так, как она должна сыграть, иначе ничего не получится. А если не успеем до Нового Года? То мы говорим, если не успеваем до Нового Года, самый оптимистичный сценарий вторая неделя января, потому что в первую неделю января еще никто не соберется с каникул, еще нормально провести заседание не выйдет, мы говорим о второй неделе января. Потом, дальше, если смотреть по январю, то начиная с третьей недели Конгресс уже займется вопросом федерального бюджета, потому что на фоне всего этого хаоса, что происходит, не нужно забывать, что они до сих пор не приняли федеральный бюджет. Федеральный бюджет они должны принять до 19 января, и поэтому неделя с 15 по 19 будет точно занято только федеральным бюджетом, потому что там вопросов не меньше, там вопросы по финансированию образования, и по абортам, и опять-таки по южной границе, по очень большому набору тем. Поэтому, если это не будет до 21 декабря, мое видение такое, что это будет период с 8 по 12 января. Тут немножко вам возражает, ну и не возражает, а как сказать, имеет свою точку зрения CNN. Значит, CNN публикации говорится, что западные разведывательные службы сейчас подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. По оценке одного из военных чиновников США, речь идет о месяцах, причем в худшем сценарии речь идет о значительном отступлении или даже поражении до лета 2024 года. Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас. Вот что пишет CNN. Что скажете? Ну, на самом деле это одна из причин, почему в новой стратегии украинского ведения войны, которая сейчас формируется нашим штабом и американским штабом, ключевой упор американцы делают на так называемую активную оборону. То есть они, ну, американский оптимизм никто не отменял. Они верят в то, что им удастся все принять. Но, понимая токсичность вопроса, понимая все сложности, которые мы сегодня с вами обсудили, они также видят то, что все равно остается риск того, что Украина не получит вовремя то, что она должна получить. А потому американская логика очень проста. Мы должны вместо контрнаступления переходить к активной обороне. Причем преимущество давать именно обороне, а не там, а не составляющая активной. Потому что активная оборона подразумевает возможность небольших контрнаступлений на тех участках, где противник проседает. Но, понимая, что наши возможности ограничены, понимая, что нету никаких гарантий, что помощь поступит вовремя и в том количестве, в котором должна поступить, потому что это не только вопрос политический, это вопрос чисто промышленный, но условный Локет-Мартин не может один выработать все, что нужно украинскому войску. Нужно какое-то время и на боеприпасы, и на оружие, и на технику. Понимая все это, американцы настаивают на том, чтобы мы немножко поумерили пыл, и на протяжении следующего года, пока не будет отлажена поставка, пока не будет отлажена промышленность, мы фактически просто держали оборот, потому что, ну, для всех очевидно, при обороне ресурсы и все остальное тратится намного не больше. А на оборону, Александр, нам хватит ресурсов? Вот это сложный вопрос. Все зависит от времени. То есть, ставка же не на то, что эта оборона будет постоянная, это необходимый шаг для того, чтобы пока американские политики, пока американские провокаторы не договорятся между собой, чтобы Украина этот период могла переждать, пересидеть. Потому что, давайте вспомним еще там три недели назад, если не ошибаюсь, в Сенате было предложение про промежуточный бюджет. То есть, не 61 миллиард, который сейчас предлагают, а всего 11 миллиардов, чтобы условно Украина на период ноября, декабря, января следующего года мы могли переждать вот эту политическую бурю. То есть, чтобы на этот период у нас было оружие, чтобы на этот период у нас была поддержка. Этот законопроект завалили. И поэтому сейчас два варианта. Или мы получаем 61,8 миллиарда вовремя, или мы получаем его где-то в перспективе. И американцы, понимая, что второй вариант, он как бы постоянно на столе, его никто не откидывает, они говорят, ребята, экономьте, держитесь пока в обороне, так у вас больше шансов дождаться этого пакета и не потерять еще больше. Это довольно цинично, но как бы американцам нужно отдать должное. Они понимают свои проблемы, они пытаются их решать, и они не пытаются там всех убеждать, как все хорошо и как все нормально. Они не пытаются строить из себя непонятно что, а очень честно говорят, да, вот у нас такие проблемы. Да, мы не можем справиться с этими провокаторами, дайте нам время. Зеленский сказал во время пресс-конференции в Белом доме, что отдавая землю, мы отдаем наших людей на муки и насилие. И дальше он спрашивает, какая цель освобождения чаще в украинских медиа? Территория или люди? Фух, ну на самом деле, если смотреть на информационный шлейф, который идет после освобождения там нового населенного пункта и так далее, то, конечно, первично это сообщение о том, что мы освободили часть украинской земли, это сообщение о том, что вот мы освободили ее от оккупантов, но основная масса информации, которая приходит после, основная масса контента, который создается потом в украинских медиа, это, конечно, история о людях, это история о том, что они пережили под оккупацией и почему мы должны это делать, то есть, почему мы должны идти дальше, почему мы должны бороться, потому что люди там, там украинцы, там наши люди, эти люди страдают, эти люди должны быть освобождены они имеют право на нормальную жизнь не имеют право на свободу то есть первый message мы освободили такой-то населенный пункт дальше начинается и вот что там люди пережили под российской оккупации и вот почему мы должны двигаться дальше потому что таких людей еще десятки сотни тысяч а возможные миллионы мы должны помочь да вот смотрите людмила третяк спрашивает сколько лет продлится война на ваш взгляд это очень сильнее я бы сказал давайте чуть-чуть переформулирую я вопрос который даст вам больше возможности для ответа сколько она вообще может продлить она будет длиться столько сколько российский режим будет иметь возможность мобилизировать ресурсы россии мобилизировать российское население возможность это мобилизации зависит от многих факторов но ключевым фактором является контроль коллективного путина давайте назовем это так потому что путин я все пытаюсь подтолкнуть в нашем медиа нарратив что путин это уже как цезарь это по сути фамилия которая стала должностью и вот вот этот коллективный путин который контролирует ключевые позиции власти экономическую социальную политическую военную до того момента пока каждая из этих отраслей будет заинтересована в продолжении войны это будет продолжаться как долго они будут заинтересованы ну пока россия сможет им платить пока они смогут получать свои деньги пока они смогут получать свою стабильность те кто не видел в россии среди рычагов власти перспективы они давно уже свалили они дают показаниями 5 они помогают разваливать систему так называемого лондонграда они сливают информацию которые имеют все кто среди олигархов военных бизнесменов местных лидеров остались в россии они преимущественно заинтересованы в этой системе и пока эта система сможет им давать деньги и безопасность и так далее война будет продолжаться несмотря там на потери на все остальное это с точки зрения системной поэтому тут мы уже переходим к каким-то более точно таким цифрам вот недавняя статья в бит которая писала про планы российского руководства до 26 года с приблизительными потерями 100 тысяч ну честно сложно оценивать адекватность таких оценок со стороны российского командования потому что российское командование оценивало киевскую операцию как трехдневную операцию российское командование оценивало операцию пособали как они это называют по освобождению донецкой и луганской области с выходом на харьков как месячную операцию ну и мы видим сколько это продолжается поэтому то что они в головах своих нацелены до двадцать шестого года конечно же не означает что это будет длиться так долго но они рассчитывают на долгую войну они рассчитывают войну с протяженностью несколько лет мы видим это по принятым законопроектом по рождаемости мы видим это по принятым законам по вторичному производству то есть когда одна и та же фабрика должна иметь возможность воспроизводить как военные так и гражданские товары то есть мы видим что россия готовится к многолетней войне в той или иной форме то есть будет ли это активная фаза как сейчас будет ли это условно там минск-3 минск-4 заморозка какой-то линии неважно россия в той или иной форме понимает что она продолжает эту войну это все что она из себя сейчас представляет с точки зрения украины сейчас украине осталось мало таких оптимистов которые говорят что до конца 24 года все выходим на побережье черного моря освобождаем крым все классно поэтому украинские прогнозы те которые делают военные наши эксперты то о чем мы говорим с коллегами это скорее прогноз 25 год если мы говорим о особо полноценном освобождении значительной части территории повторюсь мы пока что не говорим про границы девяносто первого года мы говорим про значительную часть территории украины с в той или иной форме нанесением поражения российским войскам на наши территории опять-таки не полное уничтожение но так что они не смогут эту боеспособность достаточно оперативно восстановить поэтому комбинируя российский взгляд до двадцать шестого года и украинские взгляды около конец 24 25 год вот мы приходим какой-то такой устремленный медиане 25 года напомнить я хочу напомнить что это александр краев эксперт совета внешней политики украинская призма очень толковый человек знаете что еще хочу сказать я хочу сказать выразить свое удивление вот когда я говорил до этого ролика одна слушала пять тысяч шестьсот человек и было тысячу шестьсот лайков это конечно показывает ваши отношения к моему эфиру к моим усилиям и так далее ну тут ничего не поделаешь просто такое вот почему я вам часто говорю что моя передача идет пока ежедневно я еще хотел вернуться я не думаю что я еще какую-то передачу буду так подробно рассказывать про историю с голой вечеринкой но понимаете это событие из ряда вон выходящее это такой катализатор как при пожаре который меняет ну как будто вот ну вот как сдетонировал корабль феодосий понимать вот приблизительно так и вот я нашел это свежее это дмитрий глуховский который уголовник переуголовник я еще две новости вам скажу что пишет дмитрий глуховский по этому поводу как человек очень умный смысл публичных извинений в уничтожении человеческого достоинства тех кого принуждают извиняться публично теряя лицо публично человек теряет и волю к сопротивлению и вообще к независимости становится послушным инструментом в руках тех кто его сломал нынешний марафон извинений призван поставить на службу пропаганде войны всех тех селебритис которые в течение двух лет притворяли что ничего не происходит что жизнь в россии та же что и раньше пусть в рамках мкада может быть до какого-то момента эти прятки со смертью власть устраивали но сейчас очевидно начинается новый этап старая нормальность окончательно демон демонтируется а в новой ненормальности война должна пронизывать все сферы общественной жизни и культурной жизни левитан должен вещать из каждого утюга из жопы киркорова с а это он так написал сама по себе голая вечеринка разумеется никого не скандали не скандализировала оргий которых закатывает сама власть эстрада уже на видалось за эти годы в качестве приглашенных тел но это оказался идеальный повод чтобы завербовать окончательно публично унизе всех этих людей из волшебного измерения со стразами которым все хорошо и новый год вот так вот он написал это важная история еще одна новость она туда же вот я вам сейчас прочитаю в поразительном вот понимаете мы говорим этого не может быть этого не может быть этого не может быть потому что этого не может быть какой мы иран да бросьте какой иран помните да иран был светское государство это такая была ну просто париж париж значит такой пишет андрей рудин о запрете на брюки для девочек в учебных заведениях сообщают из хабаровского и приморского края якутия алтая воронежской ростовской иркутской пензенской и оренбургской областей запрет на брюки для девочек в учебных заведений а теперь что дальше пишет этот же человек врачи резко критикуют эти порядки из-за особенностей строения женского тела риск заболеть из-за переохлаждения у девочек выше в пять раз это ностальгия по советским временам говорит заслуженный учитель россии евгений ямбург глупость на пустом месте я хочу вам сказать вы же понимаете что это не путин приказал чтобы они все ходили в юбках и в платьицах при тридцати градусном морозе это это богоносный народ рвется в прошлое без всякого это вы в тысячу ну давайте не так значит 27 вчера умер выдающийся гениальный поэт осип мандельштам причем умер страшной смертью его везли из одной пересыльной тюрьмы в другой пересыльной тюрьмы от недоедания от болезни он умер его бросили и это была зима припорошила снегом и он еще несколько человек там лежали до весны когда все оттаяло и тогда их побросали в общие могилы и вот глубоко уважаемая мною старая радио подкаст это замечательные люди которые восстанавливают старые радиопередачи и так далее и так далее они опубликовали удивительную вещь тридцать девятый год вот просто чтобы вы понимали это очень интересно вы это нигде не найдете что передавали по радио за день до смерти мандельштама и в день смерти мандельштама мандельштама и так станция рв 10 волна 1442 метра белорусский радиокомитет 8.20 передовица газеты правда 8.30 международный обзор 8.45 концерт 11.45 последние известия дальше перерыв 16.35 концерт из произведений мандельсона исполнителем исполнители скрипач бессмертный виолончелист орлов и пианист дитлиц 17 часов передача для детей право на образование 18.30 трансляция передач станции имени комминтерна 19.00 концерт 20.00 доклад председателя госплана бссср на тему народное хозяйство бссср в 1939 году 20.30 концерт из произведений алябьева варламова исполнители артисты радиокомитета 21.00 час литературная передача максим горький старуха из эргиль 21.40 концерт для колхозников а теперь день смерти мандельштама великого поэта 16.35 концерт из произведений шуберта 17 часов передача для детей ричард райт дети дяди тома 18.30 трансляция передач станции имени комминтерна 19.30 концерт 20 часов беседа посвященная годовщине выступления товарища Сталина на конференции аграрников марксистов 20.30 концерт из произведений белорусских композиторов 21 час литературная передача поэма белорусского поэта Петруся Бровки Кацерина 21.30 концерт монография Глинка 23 часа последнее известие и в 00.05 передача на иностранных языках что это за передача я не знаю значит вот это было вот вы понимаете в какой обстановке страха и ужаса в каком давлении прессинге выворачивание мозгов вот это было еще хочу вам сказать одну научную новость но она очень важная я сначала подумал что это шутка но нет значит в США зафиксировали случай превращения оленя в зомби в этом пишет Guardian сообщается что смертельное заболевание CWD которое является одним из видов коровьего бешенства поражает мозг оленей заставляя их бесцельно бродить в округе пока они не умирают ученые опасаются что болезнь может мутировать начнет заражать людей в общем с наступающим двадцать четвертым годом ну знаете как ведь это ну все может быть все может быть да мы с вами знаем может быть все но слава Богу медицина не стоит на месте и вот если помним коровье бешенство все таки не передалось людям как ковид поэтому будем надеяться вы знаете я обошелся бы сегодня без стиха потому что во первых мы работаем час двадцать фактически и во вторых я вам все рассказал ну и устал двадцать минут первого двадцать пять минут первого а встретимся завтра если все будет в порядке прошу вас поставьте пожалуйста лайки не позорьте меня потому что обо мне же другие говорят стримеры они говорят вот так вот его сидят сидят но плевают но плюют на него и не ставят лайки понимаете они важны не столько для меня сколько ну это знаете вот как будто на вечеринке все в смокинге а я в черти в чем это показывает так сказать отношение аудитории ко мне а я конкурирую и с плющевым и так далее да у меня не столько подписчиков но у меня аудитория понимаете которая должна меня поддерживать а когда слушает шесть тысяч я вас не осуждаю просто вы должны понять когда алена пишет мы вас очень и очень любим маленочка я очень признателен но понимаете любовь должна чем-то подтверждаться так что у нас тоже идет конкуренция понимаете это я вас не давлю на вас и не вымаливаю и так далее просто я вам объясняю как это делается в этом мире понимаете а у меня не миллион подписчиков у меня мало ну и в общем баланс должен быть а теперь смотрите значит пожалуйста если вы меня поддерживаете то поддержите мой канал не меня а мой канал мой канал можно поддержать рублями киньте рубли можно кинуть пару чашек кофе давно чашек кофе не было бросьте их в меня и конечно же подписывайтесь на станьте моими патронами подписывайтесь на патреон потому что в новый год обязательно будет какая-то специальная передача с хорошими гостями ну и так далее может быть леопольд дора будет кулинарный стрим мне надо посмотреть кто как занят понимаете потому что кто-то должен телефон держать мы должны приготовить какие то в общем вы понимаете все требует подготовки спасибо вам большое спасибо вам большое я очень вам благодарен что вы были со мной если все будет в порядке мы с вами встретимся завтра мы с вами